Валерий Николаевич, по традиции начнем разговор с вашего рассказа о том, что проходило на минувшей неделе в Риге-Когу. Там еще парламент не заработал в полную силу, но уже какие-то вопросы рассматриваются. О чем шел разговор? Как бы ни странно не выглядело, но мы каждую пятницу собираемся в большом зале. У нас на повестке дня, на столе лежит повестка дня. Там числятся обязательно заседания, сколько проходит. В пятницу у нас не попадает в этот график. А вот понедельник, вторник, среда, четверг – это как вы уже в повестке дня, уже отработанный механизм. Поэтому в понедельник в 3 часа, во вторник в 2 часа, в 10 часов, до 2 часов, если это можно заседанием назвать, можно продлить. Значит, в среду у нас инфочас в 13 часов, начало заседания в 14, и вот в четверг в 10 часов. Тем не менее, надо утверждать повестку дня. Она по понедельникам утверждается, и тут ничего не попишешь. Но перед каждым заседанием, вот обозначенное время, о котором я сказал, идет возможность у депутатов есть поднять какой-то тот или иной вопрос, подать или законодательно какую-то инициативу по изменению закона или запрос. Поэтому вот запросы следуют все время. Вот мы на фракции обсуждаем в понедельник, в 10 утра обсуждаем все запросы, и практически каждый день центристы спрашивают новых министров о том, что происходит. Но вот верны слову, потому что мы в этот раз решили не давать, поскольку премьер-министр у нас старый, новый, да, новое правительство, старый премьер-министр. Мы решили не раскачиваться, не давать премьер-министру и министрам, которые вошли в кабинет 100 дней, как обычно, может быть, правило. Поэтому вот сейчас сразу же задаем вопросы. Но тем не менее, очень актуально становится, поскольку в оппозиции сейчас практически у нас находятся 3 партии. 3 представителя фракции, поэтому вот мне интересен, конечно, сам сегодня интересные уже моменты наступают, когда идет в среду в час дня инфочас. На этот инфочас приглашаются 3 министра, премьер-министр, 2 министра. И вот в этот раз были практически 2 министра, которых вместе с премьер-министром, это и господин Артуас, министр по региональным делам. И вот по здоровью и работе у нас теперь такой министр есть, господин Раннер Васильев, который представляет социал-демократов. И вот у меня передо мной повестка дня вот этих вопросов в заседании, то есть каждый депутат от фракции или от себя может подать вопросы. Это надо сделать до 12 часов во вторник, чтобы в среду премьер-министр пришел в зал вместе со своей командой и сказал, что вот мы отвечаем на такие вопросы. Правление, правление парламента обсуждает в какой очередности будет. И вот сегодня, в этот раз, на этой неделе, в среду было так много никогда не было. Я уверяю вас, что было там 10 вопросов, 11, а вот у нас теперь в эту среду хотели коллеги, наши коллеги-парламентарии хотели 16, аж задать 16 вопросов. Вы понимаете, что у каждого задающего, как правило, есть ведущий, а ведет господин Эйки Нестер, наш глава парламента, инфочас, он дает возможность задать основной вопрос. И, как правило, тот, кто задает два вопроса, и потом еще давал два вопроса из зала, чтобы как-то разнообразить, может быть, тему по тому или иному вопросу, который звучит в зале. Но в этот раз он ограничил и того, кто задает, и один вопрос из зала, и, в общем, в итоге получилось только за час, инфочас удалось пройти 8 вопросов. 8 вопросов, или, точнее сказать, 8 желающих коллег, которые могли бы выбить. Но вот эти вопросы, я думаю, что будет интересно, я не буду вдаваться тут в каждый вопрос подробно, а вот вопросы, которые были заданы. Вот пример министру, первый вопрос, это был об акцизах, о подъеме от акцизов, и ничего не сделаешь, пример министру пришлось отвечать на этот вопрос. Дальше вопрос региональному министру, господину Артуасу, был вопрос, значит, об автомобильном транспорте, общественного сектора, то есть практически это государственные машины, сколько машин, какие, как они используются, какой учет, ну вот все вопросы, что связаны были конкретно непосредственно министру Артуасу по этой тему. Значит, вот наш председатель фракции, госпожа Кадри Симпсон, задавался на вопрос, третий запрос, который был как раз на инфо-часть, это не что иное, как вопрос, связанный с премьер-министру, и вот о подъеме цен. Я понимаю, что вводим новые акцизы, цены растут, и поэтому здесь тоже, наверное, надо премьер-министру объяснить, почему же так проходит. Следующий вопрос был, а тема эта, значит, защита наших данных, потому что сейчас достаточно сильный загон, мне кажется, все-таки в государстве принят, когда вы видите, даже читаете, например, ну какие моменты возьмем, возьмем, например, когда какое-то авария или какое-то, скажем так, правонарушение, пишется только имя, возраст, без фамилии, то есть это вот как раз попадает под тему защиту данных, или, скажем, те же самые посещения больниц, или там данные по болезни, или по другим каким-то, собственно, деяниям, или действиям человека, вот есть такая целая, и вот, опять же, господину Артуасу пришлось отвечать на этот вопрос. Вот о политике, государственной политике, политике нового правительства по отношению коллега Притобл задавал вопрос опять премьер-министру, простите, как раз вот министру по здравоохранению и труду Рануру Василию, о политике использования алкогольных напитков в Эстонии. И это очень интересная тема. Я вот сюда на студию ехал, как раз выступала госпожа Марио Лавростин, которая представляет наше государство в Европарламенте, и как раз Европарламент вот обосновывал, или, точнее сказать, обсуждал, конечно, на фоне других, это не такая, в фоне тем, которые обсуждает сегодня Европарламент, это может быть не самое главное, но вот там, как раз сейчас, в эти дни идут дебаты по вопросу использования, или, точнее сказать, политики употребления алкогольных напитков в Евросоюзе. Ну вот, что мне удалось услышать, оказывается, что теперь Евросоюз будет требовать с точки зрения сохранения здоровья людей на этикетках, на бутылках, да, содержащих спиртной напитки, на этикетках должна быть выставлена в будущем калорийность, сколько же калорий дает тот или иной напиток, и в каком размере можно употреблять, считается, что вот вместе с едой мы непосредственно употребляем эти спиртные напитки, то через край переходит уже количество используемых, используемых калорий, ну, как известно, мужчина две с половиной, там около тысячи, да, женщины чуть меньше двух тысяч калорий, но вот, тем не менее, вот такая, видите, даже до такой степени, значит, сегодня точностью идет обсуждение. Сейчас очень много опять идут вопросов, которые связаны с гостиничным комплексом и непосредственно налог с обороты, который должен увеличиться до 20%, что предполагает союз тех, кто, точнее сказать, оказывающих услуг в деятельности гостиниц и хостеля и прочие, прочие, те, кто ждет туриста, очень критикуют правительство по именно этому, по этому желанию, ну, правительство желание повысить бюджет государства, они, люди, конечно, понимают и говорят о том, что мы сократим значительно, и тут же опять вот по радио 4, опять была интересная информация о том, что вот коллеги даже из Латвии, в Латвии этот процесс прошли, видимо, раньше, и коллеги из Латвии говорят о том, что вот поток туристов, которые посещать будет государство, будет уменьшаться, поэтому уменьшился, поэтому они предостерегают наше правительство тоже вот от такого шага, но тем не менее, вот пример министр Тавер Ивас отвечал, наверное, именно по этой теме. Опять же вопрос, восьмой вопрос, о котором я говорил, что было только в восьмом, это опять вопрос административной реформы, знаете, я честно сказать, ничего у нового министра, то есть у министра, который будет заниматься вот этими вопросами, наверное, трудно ждать такого серьезного ответа, какой же будет политика правительства в этом, наверняка правительство еще даже никогда до конца не обсуждало, наверняка эти вопросы обсуждались тогда, когда составлялся коалиционное соглашение, поэтому вот такой обтекаемый вопрос со стороны министра, который говорил на эту тему, вот мы услышали в конце как раз инфочаса, который проходил в эту среду. А другие темы, это и о границ, это и о пенсионных, это и о региональной политике, это об лекарствах, значит, о финансировании партийных партий, о движении общественных организаций, вот они не попали в эту тему, в этой неделе, и практически они не были озвучены в парламенте на этом инфочасе. Так что это вот самые важные такие моменты. Ну и если говорить о тех вопросах, которые связаны с нашими запросами, то это другая отдельная тема, я думаю, что мы тогда, когда эти запросы будут в Большом зале, уже пройдя через министров, мы наверняка об этих запросах будем с вами говорить. Но еще раз повторяю, что центристы сейчас очень активно, мы подаем активные вопросы нашим министрам, которые хотим получить такой же разумительный, хотелось бы считать, что это будут разумительные ответы. Но это идет по понедельникам, и здесь у каждого есть возможность не в течение одного часа спросить и задавать вопросы из тех, кто сидит в зале. Могу сказать, что сейчас достаточно активно оппозиция в зале. Раньше, если было только больше видно центристки, депутатов от центристов, то сейчас, добавившись в две фракции, я хочу отметить о том, что достаточно активно депутаты принимают участие. Ну, некоторые делают первые шаги, некоторые попали впервые в парламент, поэтому для них это все интересно, и я надеюсь, что это так будет на протяжении всего времени, сколько будет работать вот этот 13-й созыв парламента Эстонии. Спасибо. Следующая тема, которую хотелось бы затронуть, сланец, касается сланца. Сланцевая промышленность и сланца переработки. Мы не раз уже здесь обсуждали, это такая же отрепещущая тема, очень важная для нашего города региона в целом. И вот сейчас, буквально сегодня были опубликованы данные, согласно которым, концерн Эсти Энергия увеличил продажу сланцевого масла за первый квартал текущего года вдвое по сравнению с первым кварталом предыдущего года. То есть, это очень хорошая новость. Правда, при этом электричество им удалось продать меньше, но, так сказать, плюсы-минусы так сбалансировались, и в целом положение экономическое, по крайней мере, судя по цифровым показателям, концерна совсем неплохое. Вот как бы Вы прокомментировали это известие? Вы знаете, Игорь, мне кажется, что вот тот процесс показать общественности, что происходит с сланца переработки, который начал Веру Кемия Групп в прошлом году, помните, там, октябрь месяц, да, мне кажется, что этот процесс начинает давать положительные результаты. Я не говорю, мне сейчас трудно вот по первому показателю, скажем, определить, в чем же выигрывает Эсти Энергия, но он нужен был. Надо было показать правительству, что сланца добыча достаточно переживает трудное время, что подготовка или получение сланца, например, тяжело. И не то, что из-за этого вот начался этот процесс, из-за этого процесса, ведь если сейчас мы говорим об Эсти Энергии, то ведь и в Эсти Энергии произошли процессы, несколько пошли в другом плане, потому что 1 декабря прошлого года, скажем так, главный, да, Эсти Энергия руководитель не Совета, а руководитель правления Совета был тоже заменен. И ведь 2-3 года назад многие политики, которые экономисты выступали, когда говорили о работе Эсти Энергии, то есть вы сегодня по объему самое большое, мощное предприятие в нашем государстве, простите, и вы сегодня должны быть этим флагманом, который вносит государственную копилку, должен вносить еще больше, чем вы вносите. А направление было очень раскидано, несколько, мне кажется, раскидано было прежним руководством интересов, потому что мы думали об Иордании, мы думали о Соединенных Штатах, мы думали об сланцевом газе, где-то даже в других частях света, но не здесь, вот у себя дома. И вот я могу только комментировать, потому что ведь и сегодня планы, собственно, по производству сланцевого масла у Эсти Энергии не одна установка, которая работает, а там должно их работать уже шесть. И по всей видимости вот эти, собственно ли, как бы так, это реструктуризация вот этого управления или изменение вектора направления работы самого Эсти Энергии в области как раз переработки сланца, она начинает давать результат. Еще раз скажу, что очень трудно по одному только сообщению о том, что вот увеличилось, потому что у нас же есть предприятия, которые предыдущий год, например, стояло, производство ноль, а на следующий год оно начинает работать. И сразу страшный рост, да. Экономического роста получаются бешеные просто. И такие в жизни случаи бывали. Поэтому хочется верить, что вот те показатели, о которых вы говорите, для Эсти Энергии, потому что для нашего государства это важно, это ведущее предприятие, в котором объемы, обороты, которые очень и от его состояния, благосостояния, во многом зависит, скажем честно, бюджет государства. Потому что мы пытаемся сейчас, новое правительство пытается, и предыдущее пытается достать деньги или получить в бюджет казну государства деньги через акцизы, что и по себе это, в принципе, мы все прекрасно понимаем, это как раз взять деньги у населения, в котором у нашего своего государства, а не, в принципе, произвести продукцию в виде санксового масла, в виде электричества, продать его и вернуть государству то, что государство в развитие этого предприятия когда-то вкладывало. Так что давайте мы, наверное, подождем с такими красивыми, красивыми, может быть, это рапортами, но еще раз скажу, что мне очень полезна, кажется, была вот эта дискуссия, которую осенью прошлого года руководство Веру Кемио Групп, оно не на шутку было, стревожено положением, еще не совсем все решено, например, некоторые подвижки идут уже, вот смотрим за этим, следим за этим, но они еще до конца не реализованы, чтобы мы могли сказать, отрапортовать, что вот такое будет. По тому же словам, что я могу сказать, что мы просто когда говорили перед выборами здесь, в студии говорили о том, что надо менять, собственно говоря, договор 2008 года, который был в Веру Кемио Групп подписан на то, чтобы оно могло на своем предприятии на шахте добывать сланец, 2,7 миллиона, это для Веру Кемио Групп мало. И вот могу еще сказать о том, что эта тема была как раз нашего разговора на нашей комиссии, комиссии по охране окружающей среды, у нас был господин Марко Померанц, министр охраны окружающей среды, был с отчетом, точнее сказать, с планами законов, которые будут меняться по этому министерству, будут предлагаться, я ему конкретно задал вопрос, как же у нас будет сейчас, как вы смотрите на то, чтобы вот закон, который предписывает и дает возможность Веру Кемио Групп увеличить на 800 тысяч, скажем так, добывать сланца, он положительно к этому отнесся и сказал, что сейчас ведь тот документ, который был, он практически в силе, и в ближайшее время он сейчас еще прорабатывается юристами, и в ближайшее время, по всей видимости, от имени фракций, всех фракций, он будет вновь внесен в парламент для того, чтобы мы могли говорить о 3,5 миллиона добычи сланца для Веру Кемио Групп, что даст, потому что это не нарушает закон. Больше того, ведь сейчас готовится в сентябре месяце, опять же со слов министра говорю, выйдет, будет программа добычи сланца, точнее сказать, разработки сланца до 2030 года. Так что будем надеяться, что вот таких положительных результатов, о которых вы сейчас сказали, будет у нас больше. Спасибо. Следующая тема, которую хотелось бы предложить вам сегодня, это касается акциза. Ну, вот возможное повышение акциза, которого хочет правительство, вроде бы, объявило о таких планах, акциза на топливо, я имею в виду. И, так сказать, много копий сломано по этому поводу и на страницах печати, и уже на улицах там демонстрации какой-то митинг прошел. Население против в значительной своей части. И вот сейчас, видно, по крайней мере, в прессе появились такие, какие-то, может быть, звоночки маленькие со стороны министра финансов, господина Сестера, о том, что вот, он мягко, корректно выражается, очень в том смысле, что, может быть, и возможно отступить от вот этого повышения акциза, не повышать его и так далее. С вашей точки зрения, депутат Ореги Когу, на самом деле удастся переломить вот это стремление правительства повысить акциз, или это так вот, только камуфляж? Вы знаете, самая первая мысль, которая приходит, мне приходит на этот, потому вот именно на этой теме, о заявлении Свена Сестера, грамотный экономист, он был председателем в парламенте комиссии, предыдущей комиссии по финансам, по диджетной комиссии. Премьер-министр принадлежит к партии Реформ, Свен Сестер принадлежит к партии Исамалин. И я думаю, что если бы был финансовым министром Юргенлиги, мы бы наверняка с вами даже бы и не услышали о том, что можно, например, да. Была бы четкая установка, партийная установка, и на путь, который хочет провести премьер-министр, будучи председателем партии Реформ, и никаких бы тут дебатов бы не было. И я думаю, что первое ощущение у меня сразу, вот давайте мы в политическом плане немножечко, похоже, нестыковка идет по акцизам. Как проходили, опять же, за которым их отписание договора, коалиционного соглашения между партиями, очень мало, кстати говоря, писали. Только те, кто был на первом этапе, партия, которая сейчас находится в оппозиции, которая покинула эти переговоры, она как-то свободная партия несколько прокомментировала это дело. Поэтому у меня сейчас складывается такое впечатление по этим, по акцизам, что все-таки за счет, скажем так, структуризации вот этого опять бюджета, то есть откуда-то взять, поставить, фактически эту работу провести можно, потому что об этом говорит не просто журналист Игорь Парф или депутат Валерий Кор, а о этом говорит все-таки министр финансов, у которого есть большой штат, который наверняка в выкладке, которому легче оперировать вот этих вытес, но для этого надо чем-то пожертвовать. И вот насколько вот эта жертва будет приведена, собственно говоря, для того, чтобы в действии, для того, чтобы вот акциз этот бы не вводить, мы буквально, наверное, в ближайшее время узнаем, потому что, как известно сейчас, изменения в законах надо сделать за полгода. Вот это очень, мне кажется, очень такой радикальный шаг, поскольку, например, в Государственной Думе там вообще, я читал о том, что Государственные Думы вообще хотят принять закон, по которому менять вот эти все изменения нельзя за год, у нас за полгода. И это надо до 1 июля принять. Поэтому это сейчас подталкивает на последних заседаниях, потому что новый документ с акцизами должен прийти в парламент, пройти правительство, все согласования с министерствами, прийти в парламент, двух-трех заседания, и это значит, что до 1 июля этот закон надо, точнее сказать, поправки по акцизам надо принять. Поэтому не все, наверное, все гладко проходит сейчас в кулуарах самого заседания правительства и его кулуарах, поэтому будем надеяться, что вот в ближайшие, опять же, несколько, наверное, следующую неделю после майских праздников мы узнаем, в конце концов, что же предлагает министр финансов для того, чтобы не вводить акцизы, хотя действие очень сильное на общество. Вплоть до того, что я вчера читал, по-моему, в «Экспрессе», читал очень интересный материал, сравнивается ситуацию, например, сложившуюся ситуацию сегодняшнего дня с 1933 годом, 1933 годом, где правительство Тиннисона было. Там практически вот подобное что-то. Журналист пытается провести параллели, но насколько эти параллели соответствовать будут сегодняшнему времени, ждать осталось немножко. Спасибо. Следующая тема для сегодняшнего разговора, не такая затрагивающая, не настолько затрагивающая всех, как акциз, но тоже важная, общественно важная. Я имею в виду ситуацию с подбором нового ректора Таллиннского технического университета. Как известно, на эту должность претендует видный такой деятель, бывший министр, неоднократный министр, Яг Авексу, представляющий партию Сомали-Республика. И вот сложилась такая конфликтная ситуация, когда ряд преподавателей Таллиннского технического университета и студентов очень активно, что-то уж очень активно выступают против его назначения, причем всегда, когда идет какая-то борьба за место, это нормально. Но вот здесь такое ощущение, что немножко, да нет, довольно сильно перехлестывают уже обычные рамки, поскольку там и в Фейсбуке создана довольно многочисленная группа протестующих и высказания всякие делаются. Его говорят о том, что он слишком конфликтный человек, с ним трудно работать, непоследовательный, поскольку вот сейчас он критикует систему финансирования высшего образования, хотя сам же он ее и вел своими реформами в свое время, будучи министром. То есть, ну, много что там, каких обвинений. Вот с вашей точки зрения, как это все выглядит, происходящее? Мне кажется, что здесь, наверное, очень уместен термин «за все надо отвечать». Потому что долгие годы, будучи министром образования и ректором предыдущих высших учебных заведений, в принципе, он, это как бы подчеркивает сейчас то, что было сделано АВИКСу в отношении развития и образования в высших учебных заведениях, в специальных, профессиональных гимназиях. Вся политика, которая подвергалась жесткой такой критике. И было, конечно, страшно, что мы ведь неоднократно выступали в большом зале, и центристы неоднократно говорили, и критиковали эту программу тех же самых развития, скажем, гимназии на селе, сокращения количества учебных заведений. И мне кажется, что если это раньше было под маркой того, что, например, сегодня, скажем, такой жесткий переворот, скажем, образования на русском языке должно было быть, состояться, по мнению министра АВИКСу, тогда это все выглядело несколько в другой форме. И вот эти протесты, которых педагогов и протесты общественных организаций по обучению ребенка на русском языке или продолжение обучения на русском языке, оно выглядело несколько в другом. Вот есть программа перехода на эстонский язык обучения в 93-м году, по-моему, 15 августа принятое, надо ее выполнять. А сегодня вот ректорат, ну, не ректорат, я скажу, профессора, которая протестует студенты, они на себе, наверное, дают оценку тому, что делал господин АВИКСу, делал вот за эти годы. Это очень, я бы, я не беру там такие тонкости, скажем, уже работы или обучения, потому что уже давно не учусь в высших учебных заведениях или какое-то время было совершенно в другой форме, а то, что дают вот они сегодня этот протест, хотя он всегда есть в любой форме, вот сегодня как раз выглядели, например, идет какое-то подведение не итогов, может быть, все случится наоборот, что профессор АВИКСу, точнее сказать, ректор АВИКСу въедет в свой кабинет и все будет благодаря, собственно, сегодня и правительственной поддержке, и там, собственно, своей коалиционной поддержке, которая это будет, будет все удачно и он будет там работать. Но мне кажется, что вот сейчас идет такой своеобразный отчет о том, что он делал в качестве министра. То есть, как аукнется, так и откликнется. Да, я думаю, что здесь, наверное, да. Вот за все, что он сделал и все, что, собственно говоря, заработные платы педагогов, заработные платы людей, которые учатся, будем говорить, стипендии, это та же заработная плата, или это те, кто учатся, это и магистратура, это и гимназическое крыло, еще раз повторю, все это дело, это сегодня вот проходит через вот такую критику. Сколько там доля, сколько там, на мой взгляд, доля, ну, скажем, такого того, что к чему надо прислушиваться, но ведь такого не было раньше. У нас же были выборы и в сельхозакадемию, да, или Тартовское университет, но вот так не было. Да, чтобы вот так против кандидатов, сразу говорили бы, против кандидатов. Поэтому сейчас, мне кажется, что здесь к этому наверняка прислушиваются те, кто будет определять, кто будет бросать в урну голоса за или против, Аликсу, но им следует подумать, стоит ли продолжать в том же духе образование в Эстонии. Здесь надо подчеркнуть еще, что будущее государство, мы неоднократно с вами здесь говорили, будущее государство, я уверен, в этом зависит от двух, насколько люди будут образованы и насколько люди будут здоровы. А уже все остальное, наверное, производное от этих двух больших. Вот сегодня как раз один из тех столков обсуждения идет, на котором жиждится будущее государство. Италлинский политехнический институт, да, для меня он как-то, наверное, так по-своему когда учился, была хрустальная мечта, но иногда ведь у людей туда поступить, и они заканчивали, и сколько закончило в техническом плане этих людей, которые и сегодня продолжают учиться, и сегодня его ни в коем случае нельзя опускать до такой планки, когда просто-напросто скажут, ах, это, это, поэтому давайте посмотрим. Спасибо. Ну вот наша передача полчаса Когу, она, конечно, совсем не то, что инфочас в Риге Когу, но сходство некоторое есть, потому что вопросы еще есть, и хотелось бы задать, а время уже стекло. Я надеюсь, что мы еще будет возможность так же поступим, как депутаты, не успели задать вопрос на этой неделе, на следующей. Я просто перед телезрителем хотел бы извиниться, за то, что мы в прошлую пятницу здесь не были, поскольку мы были в Петербурге по проекту, связанной с, я был, по проекту, по проекту, да, утилизация бытовых, простите меня, медицинских, бытовых, чаще слово употребляется, медицинских отходов, и это тоже очень интересная тема, помните, что в Идовирумской центральной больнице такой центр уже создан, он уже работает, сейчас до 1 июля такая работа должна быть завершена в Сланцах, к чему я очень рад, потому что это партнерские отношения, это работа народной дипломатии, вот таких вместе два проекта, была очень интересная встреча с теми, кто связан, и с руководством Сланцев, поэтому в прошлую пятницу мы с Игорем здесь с паром не смогли быть, вы уж нас, меня извините за то, что я виновник того, чтобы этой передачи не было, очень рад, что у нас сегодня есть такая возможность была. Так, ну все, тем не менее, время истекло, и хотя темы есть, как Валерий Николаевич еще одну даже вспомнил, ну поговорим об этом в следующий раз уже более подробно, если будет возможность, а на сегодня, уважаемые телезрители, до свидания, и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!